Вопросом участия политических партий в выборах депутатов Государственной Думы посвятили семинар-совещание, который прошел в избирательной комиссии Ненецкого округа. Участникам представили изменения в законодательстве, регулирующие выборы депутатов, рассказали о порядке выдвижения и регистрации кандидатов и презентовали специализированный программный комплекс «Газвыборы». Выборы депутатов Госдумы состоятся 18 сентября 2016 года. В ближайшую неделю должен быть подписан и опубликован соответствующий указ президента. В преддверии большого политического события в избирательной комиссии Ненецкого округа решили обсудить особенности проведения предстоящей избирательной кампании. О ее нюансах рассказали представителям политических партий, имеющих отделение в Ненецком округе. Целью нашего семинара, совещания сегодня, конечно же, является методический обмен знаниями, тот, который у нас в течение недели нам передавался центральной избирательной комиссии, для того, чтобы партии понимали, в соответствии с какими нормами закона им предстоит участвовать в избирательной кампании. 18 сентября этого года жители Ненецкого округа выберут одного кандидата. Он будет представлять интересы нашего региона в качестве депутата Госдумы в Москве. Кандидаты по одномандатному избирательному округу могут пойти на выборы как от политических партий, так и в роли самовыдвиженцев. Последние должны собрать для этого не менее трех тысяч подписей. Их достоверность проверит избирательная комиссия. Сведения о кандидатах в предстоящую избирательную кампанию будут собираться в электронном виде при помощи специализированного программного продукта. Документы, которые представляли в комиссии различного уровня, они всегда представлялись у нас в натуральном виде, то есть на бумажном носителе. Приходили кандидаты, приносили оригиналы документов. Соответственно, либо комиссии изготавливали копии этих документов, либо уже кандидаты приходили с заготовленными копией. Эти копии сверялись. Вот то сейчас, помимо представления оригиналов документов и копий документов, которые будут оставаться в делах, в комиссиях, да, кандидаты должны будут представлять сведения о себе различные. Да, это все будет в этом специальном программном обеспечении отражено о себе в электронном виде. Новшества в предстоящую выборную кампанию ждут и избиратели. В частности, они касаются тех, кто имеет временную прописку по месту пребывания. Сейчас право избирать депутата, наши с вами избиратели, да, это не только население, да, достигшее 18 лет, но и зарегистрированные по месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем за три месяца до дня голосования и включенный в список избирателей. То есть, если человек имеет временную прописку, да, и он зарегистрирован временно не менее чем за три месяца до даты голосования, он имеет право голосовать за кандидата одномандатника. Такого раньше не было, раньше только за федеральный список. Для того, чтобы попасть в список избирателей, необходимо подать личные заявления в период от 60 до 21 дня до дня голосования, то есть с 20 июля по 27 августа.